Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. Так, что же, что же, что же. В прошлой серии мы получили новый серебряный меч, сейчас мы отправляемся на берег озера решать оставшиеся проблемы. И, пожалуй, это конец этой локации, по крайней мере я так думаю, потому что мы уже в принципе все сделали. Мы победили Дагона, мы помирили водяных и людей, мы разобрались с проблемой Алины. Вот, то есть, в принципе, этой локации уже, я думаю, настанет конец в этой серии. Но все же. Берег озера. Геральт из Ривии. Я слышала, что ты умер. Ты кто? Извини, но я не помню твоего имени. Белая Райла. Что ты здесь делаешь, Ведьмак? У тебя эльфийский меч. А ты не видел здесь команду эльфов? Нет, ни одного. Следи за своими словами, Ведьмак. Ты ведь мне неуязвим. Если я узнаю, что ты работаешь со Скоэтээлями... Ты мне угрожаешь? Нет, просто помогай избежать серьезной ошибки, последствия которой могут оказаться для тебя слишком серьезными. Для меня. Ты тоже следи за словами. Я не какой-нибудь там голодающий эльф-малакосос. Я смогу защитить себя. Без сомнения, вы зима в огне. Нелюди превратили ее в зону военных действий. Что? Эти бедные голодающие эльфы десятками убивают людей. Долг требует, чтобы я уничтожил отряд, которым командует Турувель Аэпшихель. Ты меня не остановишь. Мы знаем, что они засели в деревне и взяли заложников. Блин, я бы трахнул эту эльфийку. Я поговорю с Эльфой. Ну ладно. Возможно, они прислушаются к голосу разума. За тебя поручился сам Зигфрид. Так что я тебе верю. Конечно, я буду за Орден. Не позволила белкам вынести из банка деньги, на которые они смогли бы купить оружие и провизию. Они ослаблены. Я, честно говоря, сомневаюсь, что они тебя послушают, но попытайся. Пообещаем справедливый суд, если они сложат оружие. Я попробую их убедить. Подожди, пока я не вернусь. Даю слово. Блин, ну... Да, похоже, это конец. Белая Рая. Хорошо. Будем считать, что время Че настало. Поднялось восстание, как мы слышим. Тут уже Орден. Пылающие розы и белые лилии. Беренгар. Беренгар, судя по всему, пошел своим путем. Территория. Так, ста. Больше, я думаю, мы его не встретим в этом прохождении. Да и в остальных частях тоже Беренгара уже не будет. Может, в третьей где-то что-то про него всплывет. Но за третью я пока не знаю. К сожалению, ничего. Выйдет она осенью. Хотя, если ее очередной раз не перенесут. В пятнадцатом году. Да ладно. Че тут? Пехотинец Ордена. Да, судя по всему, там какое-то серьезное дерьмо. Вечный огонь на... Я являюсь адъютантом Белой Райлы. Мне нужно поговорить с тобой, ведьмак. Я уже говорил с Райлой. Спасибо, но на сегодня с меня хватит пропаганды. Видишь ли, ведьмак? Райла отличный офицер. И искренне ненавидит нелюдей. Поэтому она и возглавила эту миссию. Но дай я угадаю. У нее есть совесть. И хотя она только обыкновенный наемник, но обычно держит слово. Она склонна избежать резни мирных жителей, даже если из-за этого эльфам удастся скрыться. Нам удалось предотвратить кражу из банка Вивальди. Это Эли ослабленный. Мы можем позволить себе нанимать лучших воинов. Но мы не доверяем Райле настолько, насколько мы доверяем тебе. Я согласен. В их словах есть доля правды, хотя я понимаю, что их довели до такого. Но... Все-таки. Ты можешь выступать, можешь кричать, про свои проблемы, можешь добиваться справедливости. И, возможно, тебя услышат. Нету гарантии, что именно так и будет. Геральт! Лютик. Эльфы Таруэль захватили заложников в деревне. Что нам делать? Я поговорил с Райвой. Она возглавляет рыцарей ордена. Геральт. Среди заложников Альвин. Мы должны его спасти. Я знаю. Я хочу вступить с ними в переговоры. Я буду ждать за домом Салтиса. Хорошо. Я попытаюсь договориться с Белой Райлой и Таруэль. Есть у меня чувство, что это будет нелегко. Ты справишься. Вот. Так о чем это я говорил? А вот как только вы, ребята, берете в руки оружие, вы уже становитесь не просто какими-то борцами за свободу или за свои интересы. Вы становитесь, мать его, террористами. Потому что оружие все-таки используется и против мирных жителей, и не только против тех, кто воюет с вами. Что, блядь? Петушки, я вас, блядь, порежу на мясо. Да? Ты в порядке? Здорово, Альвин. Я себя как-то странно... Мне... Я слышу, что они думают. Это ужасно, Геральт. Жеремь у тебя? Да. Я его все время ношу. Я не хочу их слышать. Геральт, зачем эльфы это делают? Ну, я бы не сказал, что это прям люди идеала, но у них действительно нет другого выхода. Давайте ответим, что они все-таки людоненавистники и должны сдохнуть. Они потеряли свои прекрасные маски. Маски высокомерия и благородства. Теперь видна глубокая ненависть, которую они испытывают к людям. Я запомню это. Геральт, что-то плохое скоро произойдет. Я чувствую... Я должен поговорить с Трувейль. Оставайся здесь. Никакой жалости. Согласен. Я готова к бою. Хочу кусочек. Лютик. Трувейль. Геральт, что привело тебя сюда? Я хочу предотвратить бойню. Бойни не будет, если они нас отпустят. Ты могла бы оставить детей в покое? К сожалению, не могла. На этом берегу стоит Белая Райла. Группа крестьян ее не впечатляли. Только дети ее задержали. Сдавайте оружие. Белая Райла хочет, чтобы вы сложили оружие. Она обещает вам справедливый суд. Ты принимаешь меня за дуру, ведьмак? Белая Райла признает только одно наказание. Смерть. О тебе говорили остатки отряда из Визимы. О резне в банке, о том, что награвленное золото попало в лапы ордена. Почему я должна тебе доверять? Отпустите заложников, а потом убивайте друг друга, сколько влезет. Я никого не отпущу. Еще один твой трюк. Эти тхойны умрут. И скажи этому пивуну, чтобы не выглядывал из-за дома, пока его кто-нибудь не подстрелил. Значит, вот так, да? Лютик, забирай Альвина и уйдете отсюда. Геральт? Такс. Загняда в полымя. Из-за гняда в полымя... Мы в ловушке. С одной стороны с Каэтаэли, с другой рыцаря. А мы с Альвином посередине. С террористами нельзя торговаться. Согласен. Торговля приводит к уступкам. А уступки — это победа террора. Неуверенность и страх простых людей. Я выбрал меньшее зло. Хозяева банка были благодарны ордену за быстрое и успешное вмешательство. Они даже решили оплатить крестовый поход против нелюдей. Результатов не надо было долго ждать. Что дальше, Геральт? Бежать — это не выход. Вряд ли ты достигнешь цели, имея против себя и орден Пылающей Розы и нелюдей. Они меня не волнуют. Я только хочу спасти Альвина. Но если я уйду сейчас, может начаться резня. Просто мне надо думать о друзьях. Ведьмак — это важное решение. Возможно, одно из важнейших в твоей жизни. Что делаем? Спасаем Альвина и бежим отсюда? Я хочу помочь рыцарям. Нет, я хочу помочь рыцарям. Не вмешивайся, Геральт. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это мое дело. Ты мне поможешь? Конечно. Я заберу Альвина. Я никому не позволю навредить ему. Этот малыш полюбил тебя как родного отца. Мы не убийцы детей. Возьми его. Да, я поступаю плохо по отношению к эльфам. И да, мне на них насрать. Ловушка. Атакуют. Альвин, нет. Телепортация. Черт. Это плохо. Придется драться. А кто их лечит? А кто их лечит? Приказ есть приказ. Да. Довольно печально. Что все-все-таки именно так паршиво сложилось. Но... Что я могу поделать? Я должен был принять сторону Ордена. Хотя бы потому... Что они все-таки... Все-таки... Люди. А ведьмак все-таки человек. Хоть и... Мутант. Так. Но тем не менее мы победили. Минус 30 и 60. Минус 30, 20, 15. То есть мне кажется этот лучше. Ну то есть я... Сужу только потому, что он будет стоить дороже. Если его продать. Убираемся. Убираемся в таком случае отсюда. Да, блин. Все получилось не очень хорошо. Я вам так скажу. И Альвина упустили. И эльфов подставили очень сильно. Но да ладно. Выбор в принципе у меня был невелик. Поэтому... Пролилась кровь. Я мог бы попробовать конечно убежать. Вместе с Альвином и Лютиком. Но тогда бы врагами для меня стали и рыцари Ордена. И эльфы. А оно мне надо. Альвин. Альвин. Альвин скрылся в портале. Пора вернуться в Уизим и покончить с Евэдом. Контракт на Виверин. Бля, мы же сходим все-таки. Ладно, давайте-ка я пропущу этот момент. А хер там я пошел посмотрел. Двери все закрыты. Да ладно. Что? Значит эти квесты я тоже забыл сдать. Ну завтыкал бывает. То есть в этой игрушке, чтобы все сделать правильно, нужно все реально делать по гайду. Никогда не проходил эту игру по гайду. Но сколько я раз не проходил Ведьмак, каждый раз я что-то открывал новое. Это так как в Скайриме. То есть ее пока шесть раз не пройдешь, ее полностью не поймешь. Вот. Реально, таких игр очень и очень немного. Но все-таки они есть. Белая Райла. Вон она там тусуется. Давайте с ней поболтаем. Решим проблему и отправимся в Гузиму. Ведьмак. Что случилось? Черт, вы фанатики. Неграмма профессионализма. Они отстранили меня от командования. Когда я отказалась атаковать, согласно договору, мой адъютант достал наконец письмо от Зигфрида. Он все это время таскал его с собой. Представляешь? Ну? Как все прошло? Так. С тобой все будет в порядке. В конце концов, ты тут единственная женщина. Я и не с такими ситуациями справлялась. Прощай. Расскажи мне... Я помог рыцарям. Эльфы мертвы. Тарувьель сбежала. Жители деревни ничего не соображают от страха. Лучше бы тебе уйти. Я не собираюсь торчать здесь. И пока Тарувьель жива, я буду ее преследовать. Прощай. Хорошо. Теперь можно и поплыть в зиму. Где тут лодка? Вот теперь окончательно с этим городом все. Погнали. Какая нахуй отмень? Вот глаз. Летик. Летик. Геральт? Плохо дело. Плохо. У меня письмо Беренгара. В нем есть кое-какие важные зацепки. Зацепки? С саламандрами не покончено. Азар Явет, маг, который напал на Каэрмархен, находится где-то в зиме. Ни чародеев, ни чудовищ адских он не убоится. Что за бред, лютик? Ты же дебил. Отважно он идет вперед. К предназначению стремится. Идем. Рифмоплет. А ладно. Плохо дело. Что произошло? Альвин открыл портал и исчез. Он может быть где угодно. Возвращаемся в в зиму. Может быть, Трис что-то знает. Что ж, в зима, так в зима. В зима. Поплыли че? Горящий город. О боже мой. Нас везет, король рыбак. Собака? А лютик... Брынькает на своей лютне. Ордынцы. Это они что, на отмели шагают? Если они шагают на отмели, то, типа... А вот и новые рыцари для нашей богини. Почему бы и нет? Я думаю, она им понравится. А что-то с небом, собственно. Это вечер такой. И сильный туман. Скоро будем в изиме. Хм. Чувствуешь запах? Да. Дым. Что-то горит. Тяжелый и душный, как будто деревня горит. Черт. Смотри. В изима горит. Офигеть. Че там эльфы натворили-то? Откуда они собрались столько людей? Лютик, тебе уже пора привыкнуть к картинам войны. Их ты повидал немало. Я... Я натуру чувствительный. Я... Я никогда не смогу привыкнуть к насилию. К счастью, у нас мутанты. Натура куда менее чувствительна. Ты как гончая взявшись. Отправляемся. Лучше всего пройти через Визиму. Нам надо туда попасть. Ведьмах. Ты что, что-то продаешь? А, не. Я могу кое-что выложить тебе. Слизь до года. Нет, пожалуй, нет. Ты действительно хочешь пойти? Ты действительно... Я не... Но ты думаешь, я... Но что... Нет, ты не боишься. Конечно, нужно... Бля, не та кнопка. Ку. Че там? Это белая лилия? Приветствую. Я капитан гвардии. Я потрясен. Стой в стороне. Мы арестуем трубадура Лютика за шпионаж в пользу иностранной монархии. Что? Что? Меня? Это долбанное вранье! Вы арестованы. Имеете право молчать. Имеете право... Успокойся, Лютик. Я попробую помочь. Я не шпион, я поэт! Геральт, ну не позволяйте им гадам! Лютик, успокойся. Я поговорю с Велератом, он должен помочь. Разумно, господин Геральт. Но сразу предупреждаю, что простить его может только король. Мы еще поговорим, капитан. До встречи, Лютик. Блин, я порезал Винсента Мейса. Вы думаете, я буду бояться каких-то петушков? Золтан? Что ты тут делаешь? Да просто вышел размять. Что с тобой? Тише так. Ты чего это? Нанюхался, что ли? Нет. У меня простая аллергия на ублюдков. Ой, не надо. Что здесь происходит? Что здесь происходит? Детей делают сиротами сегодня, чтобы убить их завтра! Твой драгоценный орден убивает женщин, детей, мирных граждан, да всех! Ну, эльфийские мирные жители в долгу не остались. Не остались! Мы не верим в пророка Лебеду и подставление другой щеки, и люди тоже! Да фактически все выжившие нелюди взялись за оружие. Оказалось, что они решили избавиться от нас с помощью Катрионы. Сделали гетто в старой Вузиме. Выслали туда всех больных людей и здоровых нелюдей. А доказательства? Я тебе уже сказал, что у меня аллергия на ублюдков. Знаешь, что сказала Шанни? Она сказала более-менее так. Золтан, как ведьмак может быть таким дураком? Эти рыцари-убийцы могли пощадить хотя бы мирных жителей, сукины сыны. Скорее-менее, чем более. Убирайся отсюда! У меня на тебя, а, а, аллергия! Долбаный нарик. Ну, ладно, типа. Но я ничего не обещаю. Шанни, прости. Так а че, не надо бояться. Вы просто сдохните и все. Классная у вас броня. Мне понравилось. Что это? Вы зиму надо отбивать. И по-любому надо зайти за Шанни. Что? Что за звук? Алютик, тимирский, 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 тимирский. Вроде никого, особенно из ценных NPC нет. Ага, то есть мне надо прорываться туда, я понял. Пацаны! Пацаны! Мне нужно побольше людей, чтобы было вокруг. Тогда этот стиль эффективнее. Куда вы побежали? Ну, вот. Смерть! Я так думаю, это у меня уже финальная прокачка. То есть круче вряд ли что-то будет. Какая-то эль. Сюда подошел. Ого! Да выйдите вы на свет, ну ёпта! Всё, я пошел. И не ебёт. Старая Вазима. То есть это, это куда? Это там, где я был? Окрестности, что ли? Или это что-то другое? Наверное, какая-то новая локация. По идее. Глава пятая. Ого-го! Фольтость? Король! Молчать. Ты сам знаешь, что докладами разведки можно подтирать задницу. Скайтаэли. Атака не людей! Беречь короля! Ну вот вам и беречь короля. Но король тоже, в принципе, не промо, я смотрю. За свободу! Смерть двойной! Ебать вас там. Повешу тебя на твоих кишках. Великий магистр? Спасены! Маг. Ты вернулся, король. Верю, что еще не поздно. Ты нужен нам. Короли не опаздывают. Государь, город горит. Улицы в крови наших подданных. Блин, могли бы пожестче голос выбрать. Надо действовать. Что предлагаешь, Яков? Передай мне командование. И развяжи руки. Нет. Только через мой труп. Что? Об этом и речь. В другой раз. Я могу не успеть помочь. Я видел достаточно. Велерат, возвращаемся. Что-то король очкует. Не, ну я понимаю, почему он не передает власть ордену, который режет всех направо и налево, но... В любом случае... Вон что здесь делает. Он влип. У него на это особый дар. Что с ним делать? Пойдет с нами. Как я уже сказал, нам нужно обсудить кое-что. Что обсудить? Я сюда, блядь, не болтать пришел. А нет. Судя по всему, болтать. Замок. Ведьмак из Риви. Я Пальсион, Сир. Как ты, наверное, догадываешься, я тебя пригласил не для забавы. Скажу кратко. Хочу, чтобы ты расколдовал мою дочь. Опять? Я собрал всех, кто может тебе помочь. Деветта. Он был ее адъютантом последние полгода. Велерада, который знает Адду с детства. И Трис Мерри Гольд. Моя девочка. Моги и женская интуиция. Могут тебе пригодиться. Подумай об этом. Поговорим после. Хорошо. Как желаете, Ваше Величество. А пока нашего внимания требуют другие неотложные дела. Я слушаю. Представь себе, что у тебя есть дом. И ты вернулся после охоты на Кикимору, например. Только чтобы обнаружить, что твой дом превратился в бордель, охваченный пожаром. Потому как иначе это назвать нельзя. Ваше Высочество. Я не закончил. Те, кого ты оставил вместо себя, подвели тебя. Предатель хочет выжить тебя из дома твоих предков, за который ты кровь проливал. Ты бы не разгневался. Ты бы не решил пролить новую кровь. Верно, Сир. Нелюди должны быть наказаны. С вашей помощью. Орден... К сожалению, рыцари забыли свое место. У них развился вкус к власти, и они жаждут большего. Этого я не потерплю. Вы стояли в стороне, пока сила Ордена росла. Может быть, вам стоит договориться с Великим Магистром? А может, мне стоит казнить Великого Магистра и его приспешников? К сожалению, это не так-то просто. Конечно, король. Меня призывают срочные дела. Поговори с этими недюжинными умами. Это поможет тебе полнее обрисовать ситуацию. Не забудь про мою дочь, Ведьмак. Я рассчитываю на тебя. Я не забуду. Мой слуга призовет тебя, когда у меня будет больше времени. Хорошо. В принципе, да, я бы мог помочь королю разобраться со всеми шлепками. Но, черт возьми, я всегда был двумя руками. Да даже и двумя ногами, блин. За Орден. Потому что все-таки, да, Орден это та истинная власть, которая может держать это королевство в узде. Чтоб никакие низкоэтаэли и пшивые монархи не имели тут истинной власти. Если бы власть такая была бы Ордена. Но я не думаю, что там особо святые люди. Ладно, давайте поговорим с Велерадом. Хотя нет. Этим мы займемся уже в следующей серии. А пока на этом, дорогие друзья, все. Посмотрим, что получится из этой ситуации. Ситуация, мягко сказать, не очень приятная. Но да ладно. Разберемся. Размотаем. Не в первый раз. Всем спасибо за просмотр. До новых видео. Всем пока. Да.